Фотография это уникальное явление, ведь на снимок можно запечатлеть ключевой момент из жизни, красивые места и даже эмоции. Благодаря фотографиям мы можем вернуться в прошлое, которое уже никогда не повторится. Сегодня для того, чтобы сделать фото, достаточно наличия одного смартфона. Как результат мы получаем десятки красивых фото, которыми можем сразу же поделиться с родными. А когда-то фотография имела большее значение, просто-напросто потому, что количество кадров на фотопленочном фотоаппарате было значительно ограничено. Ограниченное количество фото далеко не самая большая трудность. Процесс создания ценной фотокарточки начинался с проявления пленки, что занимало определенное количество времени. Она вынималась из фотоаппарата в темной комнате. Затем помещалась в специальную ванночку с раствором, после чего начинался процесс промывки и фиксации. Потом пленку нужно было хорошо высушить и разрезать на кадры. Фотоувеличитель и светочувствительная бумага – завершающие манипуляции, в ходе которых можно было получить долгожданное изображение. На создание таких снимков уходил не один час. Сегодня все намного проще. У каждого из нас есть телефон с камерой, на который можно сделать десятки, а то и сотни фото. И все же, несмотря на это, люди нередко прибегают к услугам фотографов. Сегодняшние сессии – это целое искусство. Я думаю, люди получают новые эмоции, ранее непредвиденный, не испытанный какой-то опыт, который запоминается. Это своего рода экспириенс для многих. Для меня это также дарить эмоции, радовать людей, запечатлеть их чувства, их время, которое мимолетно. Дарья Нураева занимается фотографией уже шесть лет. За это время нашла свой стиль. Девушка создает постановочные и сюжетные фотографии. Как правило, предлагает человеку конкретный образ, подходящий под характер или внешние данные. Реквизиты и одежда подбираются к каждой съемке также индивидуально. Важна каждая деталь. Большая часть работ Дарьи напоминает картины, где нет ничего случайного. И все работает на главного героя. Фотографировать вещи, животных или растения – не менее популярное занятие. Практически каждый из нас хотя бы однажды снимал на телефон своего питомца или живописный волжский закат. Причем смазанные или засвеченные фото нередко привлекают внимание своей винтажностью. Мне очень нравится, когда кадр может показаться, стать каким-то более волшебным. То есть он может быть слегка смазанным, там мог быть такой эффект боке или виньетка. И получается то, что реальность намного лучше на фотографиях, чем она есть на самом деле. Даже несмотря на то, что фотография со временем стала более доступным явлением, она не утратила ценности. Она все так же передает эмоции и заставляет людей ценить прошлое. Если посмотреть старые фотоальбомы, то можно заметить, что во все времена люди снимали и снимались примерно одинаково. Одной была и цель – посмотреть на себя и обязательно показать удачный снимок другим. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.